Так, всё, всё работает прекрасно. Так, добрый вечер, доброе утро, добрый день. Это подкаст, сэндвич, подходовым названием, рабочим, нерабочим. Сейчас мы находимся на грязной прокуренной кухне. У меня в гостях Яна, участница РФО Она. Вот, она ко мне сегодня пришла, чтобы ответить на важные не очень вопросы, ну и вообще пообщаться на тему того, как сейчас у нас там дела обстоят с феминизмом, со всяким таким, со всяким феминизмом, сатанизмом. Вот. Не знаю, привет. Привет. Да. Не знаю, хочешь ли ты про себя сказать дополнительно? Ну, в общем-то, наверное, самое главное это то, что я состою в ячейке РФО Она. О себе могу добавить, что в основном занимаюсь и работаю с текстами, ну и увлекаюсь феминизмом. В общем-то, это всё, что стоит знать, я думаю. Да. Скажи, а вот ты делаешь, ну, ты не в статье, переводы, соответственно, ты как бы много материала читаешь на английском языке, получается? Ну, да, достаточно. И занимаешься переводами для русскоязычной аудитории? Иногда. А скажи вообще, ты как бы отслеживала вот эту историю про то, насколько популярны, ну, русскоязычные материалы про феминизм именно у нас? То есть, ты переводишь статью? Насколько популярны именно переводные статьи? Статьи в принципе, я думаю, так. Да, я думаю, что они популярны, потому что людям всегда интересно узнать мнение людей из другой страны и как вообще там обстоят дела. Вот, поэтому я думаю, что они настолько же популярны, насколько русскоязычные статьи. Ну, вот это вот, мне кажется, интересный вопрос про именно популярность для широких масс. То есть, не только для тех, кто, ну, прочитает себя к феминисткам и профеминистам, например, а в принципе для людей, которые, ну, может быть, не особенно разбираются. Ну, я тогда думаю, что это не особо популярно, так как, можно сказать, что достаточно узкий круг людей вообще в принципе знает об этом. И поэтому для широких масс, я думаю, это все-таки, ну, зачастую остается незамеченным. Ну, вот, да, и на самом деле популизм вообще, ну, популизм это очень большая проблема феминизма в том смысле, что мы делаем очень много всякого у нас там. Ну, то есть, те, кто состоят в каких-то ячейках, они это прекрасно знают, что постоянно проводят какие-то мероприятия, лекции. Там, скажем, в «Рёбрах Ева» в Питере очень часто я видела суперинтересные темы на обсуждение. Там они обсуждали феминизм и проституцию, например, то есть такое что-то острое. Приглашали людей из других стран, чтобы они читали лекции на эту тему. Там из Швеции приезжали девушки, в общем, это все было суперинтересно. Но, действительно, люди, которые не очень, может быть, интересуются, не очень знают, они на такие мероприятия ходят редко, ну, потому что ты, как бы, допустим, хочешь понять, что происходит. Надо так нехерово замотивироваться, чтобы прийти на лекцию, прослушать ее, или там даже прочесть статью, тем более в оригинале. Вот, в общем, в любом случае, очень хорошо, что кто-то занимается переводом. И, тем не менее, вопрос феминизма, который стоит на Западе, вопрос феминизма, который стоит у нас, это все-таки две абсолютно разные темы, на мой взгляд. Вот, потому что там уже как-то, наверное, все более... Ну, во-первых, там, конечно, более острая ситуация с этим, потому что там на фоне толерантности, как бы, есть такая история, что феминистическое движение должно быть уважаемо, вот. И из-за этого, как бы, кто-то там... Происходят, в общем, всякие эксцессы, кто-то недоволен, как обычно, вот. И, в частности, из-за этих громких инфоповодов, вот из разряда, когда там были всякие истории с Лоиси Кейм, с Ванштейном, вот это все очень, ну, такие популярные штуки, у нас это, вот, эхом доходят вот эти вот истории, и люди, как бы, возмущаются, что, дескать, вот опять там феминистки что-то мутят, что-то, короче, человек за какие-то там 20-летней давности вещи лишают карьеры, и вот всякое похожее. И, собственно, вообще сейчас это все подводило к одной важной мысли, зачем вообще делать этот подкаст. Как раз-таки из-за тем, чтобы, может быть, немножечко поговорить на тему того, какими реальными проблемами занимается феминизм, потому что люди частенько видят только какие-то хайлайты, какие-то громкие инфоповоды, и при этом упускают на основную суть того вообще, зачем это, и почему, как бы, возможно, почему это в такие вещи, ну, в такие крайности может вливаться. Вот, собственно, за этим, как бы, я хотела, наверное, поговорить. Вот существует, не знаю, ты как вообще подковал в истории чуть-чуть феминизм именно, или нет? Ну, думаю, да, но не настолько, чтобы об этом говорить. Не, ну, я никогда не планирую прям это обсуждать плотно там, всякие политические ситуации там начальной 20-го века. Я скорее так, в общем, про, ну, там, например, была первая волна, вторая волна, вот просто коротенько про это, то есть, ну, хотелось бы подвести к тому, типа, вот сейчас существует современный феминизм, как мы вообще к этому пришли? То есть, сначала же все началось с движения женщин за возможность, как бы, голосовать, ну, именно на западе. Суфражизма. Да, вот были суфражистки, они, вот сейчас вот я, короче, я на самом деле про это плохо знаю, прям честно, вот, поэтому я сейчас могу что-нибудь не так сказать, если что, поправление. Вот, значит, существовало вот это вот объединение суфражистов, которое, соответственно, боролось за право голосовать. И вроде бы, насколько я помню, право голосовать они получили достаточно рано. И это же первая волна, правильно? Ну, относительно. Да, то есть, с этого, короче, все начиналось. Потом, вторая волна где-то в 60-х, примерно так, тоже они боролись с более, таким, с менее, явно дискредитирующими их вещами, то есть, с каким-то, типа, системным сексизмом. Примерно так, да? И там тоже, на самом деле, был большой ажиотаж достаточно, и вроде бы только там в 70-х, что ли, годах, там, женщина получила право, там, например, на своем имя оформлять кредит. Хотя бы. Да. То есть, всякое такое еще. И, соответственно, сейчас у нас, ну, происходит примерно такая же история, то есть, борьба с системным сексизмом. У них в более, понимаешь, у них, как так, сексизм, он более плотно вшит, типа, в социальную ткань, ровно как и расизм. То есть, любой, типа, допустим, в Штатах белый человек, какой-то там среднего класса, у которого там работа, семья и так далее, просто среднестатистический человек, конечно, скажет, что нет, расизм — это плохо, как бы его на этом вырастили, все понятно, и сексизм — это плохо. Да, женщины и черные, они, и черные женщины, они тоже люди. Но при этом есть внутреннее все равно дискредитирующее отношение. На эту тему очень много даже в медиакультуре всего. То есть, снято... Того, как вообще дискредитируются люди просто в повседневной жизни. Да. У нас история все-таки какая-то такая более актуальная, наверное, даже в какой-то степени, потому что я считаю, что в России феминизм как явление более актуален, чем на Западе. По понятным причинам. Потому что у нас декриминализация, все такое, все вот эти истории. Так вот, собственно, почему существует феминизм, и почему вообще есть такая вещь, как системная дискриминация, и системное унижение женщин, и вообще, ну, почему так происходит, откуда это пошло. Давай, наверное, для начала пробуем определиться с термином вообще, что такое, как бы, дискриминация. Дискриминация — это, ну, говоря простым языком, это угнетение человека по каким-либо признакам, то есть по половым признакам, либо по национальным. Ну, то есть, я думаю, что большинство людей понимают, что это значит. Вот, ну, говоря более простым языком, еще более, то есть либо тебя угнетают, принижают за то, что ты женщина, либо за то, что ты мужчина, за то, что у тебя другая ориентация, за то, что ты имеешь кавказскую национальность, да, у тебя другая религия. То есть такие, можно сказать, общие известные вещи. Я считаю, что, в принципе, дискриминация — это очень широкое понятие, то есть любой, как бы, негативный стереотип о той или иной группе людей — это, в принципе, уже дискриминация по какому бы то ни было признаку. Да. Вот. Собственно, и, как бы, существуют разные объединения в разных, как бы, в разных этих классовых системах. И в данном случае, как бы, мы говорим про феминизм, который занимается отстаиванием прав женщин. Сейчас потом нужно будет еще оговориться про, ладно, сейчас не будем про это, все как-то сразу хочется сказать. Да. Про права женщин. Ну, давай, например, про неисполнение, скажем так, прав, которые нам положены, в принципе. То есть очень популярная тема. Например, у женщины по конституции есть право на аборт, как на бесплатную процедуру. Она входит в ОМС, то есть по бумажкам, типа, все классно, да, тебе должны сделать бесплатный аборт, допустим, там, в 12-й неделе, да? Да, да, да. Ты можешь прийти, да. Но по факту, на самом деле, история обстоит намного более печально. То есть я прям читаю это. Да, да, да. Это отдельный вообще сегмент. Я сейчас, может быть, чуть-чуть там неправильно скажу, но вроде бы насколько я понимаю. Это вообще отдельный сегмент феминизма, типа, который занимается отстаиванием права на аборт, потому что это очень обширная тема, проблематичная. Очень много существует историй, где врачи сознательно тянулись анализами, чтобы истек срок, когда может выйти, соответственно... Право сделать аборт бесплатно. Когда у тебя истекает, короче, вот этот срок, вот. Когда просто... Там существует такая штука, что у нас, например, когда ты приходишь на аборт, ты насмотришь гинекологу, он перед тем, как тебя подпишет бумажку, что ты можешь делать аборт, отправляет к психологу. И психологи эти, которые, по идее, в принципе, просто должны оценить, насколько ты в адекватном состоянии, хотя, ну, я считаю, что, в принципе, вот это уже пиздец. Что ты хочешь... Для кого-то это нелёгкое решение. Кто-то, там, может быть, переживает из-за этого. А тут они ещё сталкиваются с дополнительным давлением. И не все это выдерживают. Для многих это очень тяжело. И заканчивается ещё на той стадии, когда сама врач начинает читать тебе лекции о том, что не нужно этого делать, нет, не надо. И многие даже не доходят до кабинета психолога. И всё в большинстве случаев, к сожалению, заканчивается уже на вот этой стадии, когда врач начинает тебя сознательно просто отговаривать от этого. Да, врач начинает отговаривать, потом психолог тебя начинает отговаривать. А врач начинает отговаривать тоже, надо понимать, почему. Потому что, ну, сейчас в медицине такая бы такая ситуация, что мало там в бесплатной медицине молодых специалистов достаточно, всё-таки больше, ну, превалирует. Более старшее поколение, которое постсоветское, у которого свои, как бы, моральные ценности, которые они, ну, переносят на свою работу. Вот. Тоже надо понимать, что у них такое отношение. И я получаю недостаточно много, чтобы, соответственно, как бы, как-то это разграничить, чтобы прилагать какие-то усилия. Да. Они не хотят понимать по разным причинам, почему человек поступает не так, как им нравится. Вот. То есть это... Ну, и, соответственно, есть проблема, как бы, кадровая. То есть, когда поступает несколько жалоб на кого-то гинеколога, его не увольняют, потому что некого нанимать вместо него. Да, ну, это не так. Да. И поэтому они чувствуют в приятном смысле свою безнаказанность. То есть, кто-то намеренно этим пользуется. Эта проблема, на самом деле, намного более широкая, чем, в принципе, вопрос гинекологов и психологов. То есть, у нас, в принципе, с этим проблемы. Что касается именно бесплатной медицины. В платной-то существует нормальная конкуренция, потому что за такую зарплату там люди в очередь выстраиваются, чтобы работать в хороших центрах. Ну, и там действительно есть вот история, сейчас небольшое отступление, ну, моей знакомой, подруге, которая ходила к психиатру. И он, ну, ввел себя с ней очень некрасиво. У нее там несколько, ну, диагнозов есть, там, тревожное расстройство и так далее. Он задавал ей вопрос из разряда «Расскажи, как тебя изнасиловали». То есть, ну, вот такого уровня. И как бы здесь, наверное, это касается, конечно же, не только женщин. То есть, с этим может столкнуться кто угодно. Но что касается гинекологов и абортов, это чисто как бы женская тема, которая мужчин не касается никаким образом. Это как раз тот случай, когда отстаивание прав женщин, конкретно вот в этом моменте, оно никак не связано с принижением прав мужчин. То есть, здесь нет никаких весов. От того, что мы получим возможность, типа, делать аборты, я думаю, что всем будет лучше, и мужчинам в том числе. Вот, потому что не нужно будет платить по 20 тысяч за процедуру, которая положена бесплатно. А тем не менее, сейчас это действительно рулетка, когда ты идешь бесплатно, может быть, повезет. Есть история, когда все проходило гладко и хорошо, а ты можешь столкнуться с таким, что, ну, проще будет действительно заплатить. Опять же, есть большое количество людей, истории, которых я читала, которые получали психологические травмы после таких вещей, потому что, когда на себя давят... Не все выдерживают. Да, не все выдерживают, да, действительно. И, в общем-то, это очень печально. Ну, так вот, как бы это вот есть такая штука просто. Есть такие вот, такого уровня проблемы, это просто, чтобы описать вообще, как пример проблемы, с которой призмут бороться феминизм. Это не только... Блин, очень еще хочется, на самом деле, поговорить про связь феминизма и ЛГБТ. Это тоже более такая... Это большая тема. Да, 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 это тоже большая тема. Короче, хочется все сразу обсудить. Вот что-то... Да, мы пытаемся поговорить про системное унижение. Это вот, например, то есть на бумажке положено определенное право прийти, сделать аборт. По факту вы не получаете возможности этого сделать. И, соответственно, это значит, что нарушаются ваши права. Ну, как бы понятно, почему. Я думаю, здесь логическую цепочку не нужно никак разъяснять. И, соответственно, как бы находятся люди, которые объединяют свои какие-то силы и ресурсы для того, чтобы отстаивать это право, которое у них, в принципе, номинально есть. Это одна история. Существуют истории, когда, например, мы хотим иметь право что-то делать. То есть хотя бы на бумажке. То есть как это было, например, когда женщины порвали за право голосовать. И, допустим, там, сталкиваясь с осуждением... Ну, сейчас, например, у нас есть такая история. Вот у них была история в 50-х, когда они говорили, что да, мы можем, например, голосовать. То есть номинально женщина тоже человек. Но по факту, если женщина идет на работу, ее осуждают. По факту, если она рожает небрачного ребенка, ее осуждают. Вот. У нас, конечно, сейчас у нее настолько плохо. Уже, слава богу, мы в России сейчас не в Америке 50-х годов. И то хорошо. Сейчас есть такая история с тем, что все равно у людей присутствуют у тебя определенные ожидания. Когда мы... Это, кстати, мужчин тоже касается частенько, потому что относительно мужчин существует много стереотипов. Из разряда, там, служить в армии, там, не знаю... Работать должен только мужчина, зарабатывать должен только мужчина. Да. Опять же, на их плечи эти стереотипы тоже ложатся. То есть как нас пытаются запереть на кухне, так и вас пытаются, как бы, с нее выгнать и запереть в офисе. Соответственно, я считаю, что это вообще общая проблема, то есть проблема всех людей с ожиданиями и стереотипами того, что должен или не должен делать, в принципе, человек. Есть такая штука, что взрослые люди, ну, когда мы уже вырастаем, да, уже уходим из семьи, устраиваемся на работу, обзаводимся своими друзьями, там, своей какой-то жизнью вырастаем, люди формируют вокруг себя, типа, ну, определенный круг общения, да, который, в принципе, они бы не находились в этом круге, если бы в нем им там не было комфортно. Это создается таким образом какой-то свой мирок, за пределы которого ты очень часто забываешь выглядывать, потому что у тебя все хорошо, то есть люди, с которыми ты общаешься, неадекватные, они тебя понимают, принимают и все такое. И ты, соответственно, не сталкиваешься с каким-то сексизмом в этом кругу, или там дискриминацией, или с ожиданиями, которые ты не можешь выполнить, потому что это люди, которые тебе комфортны. И, соответственно, люди в такой ситуации начинают забывать, что вокруг, что этот мир, он не верит, не все вокруг, то есть что не везде так, что существует. Это как жить в Питере, где все хорошо, и не представлять, что происходит в каких-нибудь глухих регионах, где совсем все по-другому. Соответственно, и поэтому я считаю, что это основная из причин, и вот у нас люди не очень политически ангажированы, то есть мало кто регулярно читает новости вообще знать, что происходит. Таких людей все-таки меньше, чем тех, кто вообще не в курсе. И из-за этого происходит создание такого стереотипа, что у нас же нет никакой дискриминации, у нас нет никаких принижений. Женщина может пойти работать, не знаю, на завод, она может устроиться на работу, и она так же востребована, как и мужчина, и вообще здесь нет никаких проблем. Соответственно, феминизм не нужен, и происходит просто какая-то херня. Плюс еще приплюсуем сюда то, что мы слышали вначале про громкие инфоповоды, и получим то, что как бы феминизм как движение тоже дискриминируется. Создается стереотип, что вот феминистки, они типа поехавшие. Вот. Это все ерунда. Соответственно, к чему я это подводила? Про... Надо будет это выразить. Сейчас, погоди, я забыла, к чему я была. Кончу мысль. Да, я сейчас закончу мысль про то, что, соответственно, когда человека унижают, как-то он чувствует, что что-то вот не так. Даже, может быть, не напрямую он ощущает все равно, когда формируется, что он не может полностью как бы отдать себя чуть в том, чего он на самом деле хочет, потому что это... эти ожидания, они формируют его с детства. Ожидания родителей, например. То есть даже если они тебе прямым текстом не говорят, что они, допустим, мы хотим, чтобы ты пошел на физико-математический, и мы не примем никаких других вариантов. И как раз-таки из-под такого более явного гнета проще вырваться, потому что понимаешь, что для этого нужно сделать. Когда ожидания, они настолько плотно вплетаются вот в процесс твоего взросления, что они становятся частью тебя, и ты уже сам не можешь понять, правда это или нет. Хочешь ты действительно идти на физико-математический, или ты хочешь заниматься вообще чем-то другим, но просто ты себе этого не позволяешь. И как раз-таки, когда происходит что-то подобное, когда вообще всех нас как-то ожидают от нас чего-то, или там, ну, тот тоже дискриминирует в какой-то степени. Например, убеждают, что мы не можем заниматься теми или иными вещами по тем или иным причинам, люди чувствуют потребность найти какую-то поддержку. И кто как бы может поддержать лучше, чем человек, который проходил через ровно то же самое. Собственно, поэтому феминизм это такое, это достаточно такая либеральная по отношению друг к другу среда, это такое какое-то действительно сестринство, потому что там все понимают, через что проходит как бы каждая участница, и поддерживают друг друга в этом. Как с более какими-то явными проблемами, когда они сталкиваются, как, например, так, ну, может быть, ударом, например, если ты вот идешь к тому же гинекологу, и там сталкиваешься с чем-то. Были, например, истории, когда там гинекологи насиловали своих пациенток, когда с таким сталкиваешься, тебя действительно лучше никто не поймет, чем кто-то, кто прошел через что-то похожее. Так и с более системным угнетением, как бы менее явным, менее травмирующим, но тем не менее существующим и формирующим как бы твое представление о мире. Сейчас, в общем, я, наверное, хотела бы поговорить про бытовые какие-то вещи, ну, про, например, в чем вообще, на твой взгляд, проявляется феминизм в повседневной жизни, феминизм, господи, угнетение в повседневной жизни. К примеру, вот ты работаешь сейчас? Вот это тоже, кстати говоря, можно привести вот к этой теме, потому что недавно меня уволили с работы как раз-таки по той причине, что я не мужчина. То есть... Расскажи, как это происходило. Да, я сейчас расскажу эту историю. Мы работали втроём, то есть работала одна девушка, я и парень. Вот. Буду говорить, как бы, достаточно абстрактно. Ну, то есть, грубо говоря, в том, чем мы занимались в этой теме, я, можно сказать, разбиралась лучше всех, потому что я получала образование, потому что, ну, в принципе, у меня действительно были реальные знания. Вот. Вот, девушка, которая работала со мной, у неё был опыт. То есть, это как бы обеспечивало ей безопасность на этой работе. Вот. А вот этот парень, который работал с нами, он, можно сказать, у него не было ни опыта, ни знаний. Но были такие моменты, например, когда требовалась какая-то настройка техники, настройка компьютеров, аппаратуры, разобраться с интернетом, разобраться с провайдером, вот с такими бытовыми... И очень часто я говорила, давайте, давайте я это сделаю, потому что я разбираюсь в этом тоже. То есть, ну, действительно, у меня как бы даже с детства такое было, что я хорошо разбираюсь и в технике, и во всех этих вещах, связанные мне вот с интернетом. Вот. Что касается этого парня, он, как бы, мягко говоря, не был уверен в своих силах, и тем не менее, все упорно обращались к нему, то есть, коллектив у нас был женский, и все просто уже на таком уровне, можно сказать, ментальном, просто каждый раз подзывали его, спрашивали его. Несмотря на то, что я постоянно предлагала свою помощь, я объясняла, что он либо делает что-то не так, либо это действительно ничем не поможет. И в итоге, когда нужно было сделать выбор, кого вот из нас троих оставить на работе, уволили меня только потому, что коллектив женский, и им нужен был вот такой технический, можно сказать, подручный человек. Вот. То есть, меня даже не воспринимали всерьез, что я могу обращаться с техникой делать какие-то такие вещи просто из-за стереотипов того, что это не женское дело, женщины не умеют обращаться с этим. Наверное, еще из-за того, что в основном в таких крупных компаниях, как SkyNet, например, женщины, ну, я лично даже не встречала, чтобы они приехали к тебе на дом, настроили тебе интернет. То есть, это реальная проблема, тоже такой стереотип, который очень глубоко в головах сидит. Вот. Следующий стереотип, я думаю, с этим, ну, просто вот все сталкивались. Это даже угнетение внутри семьи, когда семья, родственники давят на тебя, когда же ты уже выйдешь замуж, когда ты слезешь с нашей шеи. То есть, для них замужество их дочери в основном, ну, в большинстве в семьях, это что ее заберет какой-то мужчина, который будет ее обеспечивать вместо вас. То есть, родители также на каком-то подсознательном уровне считают, что женщина не может себя полноценно обеспечить, что даже если ты сейчас вот где-то работаешь, это все несерьезно, это ненадолго, рано или поздно вот прискачет твой принц на белом коне, он тебя заберет и будет платить за тебя всю жизнь, пока ты сидишь дома. С детьми. Да, с детьми на руках, конечно же, и готовя при этом пироги. Да. Вот, ну, в принципе, наверное, я могла бы добавить, вот немного отклоняясь от темы, вот, насчет того, что почему еще важно, как бы, популяризировать феминизм. Я сама вообще с Кавказа, и на Кавказе, я думаю, всем понятно, что феминизм нужен как никогда. И когда я переехала в Питер, я поняла, что многие люди вообще зачастую, во-первых, не знают, как бы, где это, как там все устроено и так далее. И многие люди не знают вообще о многих ужасных вещах. То есть, спасибо вот тоже РФО, группе Family BES, что там постят статьи о женском обрезании и так далее. То есть, на Кавказе, как бы, до сих пор такое продолжается, и до сих пор имеют место быть такие вот ужасные вещи, как то, когда девушек воруют для замужества, либо когда, ну, просто вот я тоже с этим сталкивалась, мои подруги с этим сталкивались, либо такой момент, когда родители тебя выдают замуж насильно, и при этом во многих регионах до сих пор осталось, осталось, я не знаю, это не традиция, это уже какой-то просто пережиток, просто дичайший, когда и родственники, и родители там присутствуют на консумации, то есть, в первую брачную ночь, ну, то есть, такие дикие вещи, конечно, просто безобразные и до сих пор есть в нашем мире. То есть, традиции, как пережиток старых времен? Ну, это, грубо говоря, вот в Средневековье такое происходило, то есть, консумация с присутствием кого-либо, это вот действительно такое было в Средневековье, и на самом деле, несмотря на то, что я жила на Кавказе, когда я была в более отдаленных регионах, вот действительно в каких-то деревнях, когда я пообщалась с этими женщинами, и узнала, что до сих пор действительно такое происходит, что это не шутка, как бы, вот, действительно, это реальность, и я сама была в шоке, на самом деле, не говоря уже о том, что если бы об этом, как бы, больше могли знать люди в каких-то центральных регионах, то я думаю, что как минимум они бы задумались и поменяли бы свое отношение к феминизму, потому что это ужасно, и такого быть не должно, разумеется. Да, это действительно реальные проблемы. Ну вот сейчас давай чуть-чуть остановимся на этой теме по поводу Кавказа, я, кстати, об этом даже не думала, говорить про южный регион, это очень интересно, про то, что действительно есть такая история, понятно, что в глубинках, понятно, что, вероятно, даже не в крупных городах, но тем не менее, действительно есть такая история, что вот то, что ты сказала, консумация, это лишение девственности первобрачной ночи, которая происходит в присутствии родителей, чтобы родители засвидетельствовали, что... Что они должны засвидетельствовать? Что девушка-девственница. Да, то есть это также еще один стереотип, что при первом сексе должна быть кровь, ну, разумеется, вот этот стереотип, он не только на Кавказе, я думаю, что... Много где. Да, очень распространен, и, говоря о консумации, да, это где-то вот в горах, это в каких-то отдаленных деревнях, но насчет того, что женщин воруют, ну, то есть, если кто не знает, на Кавказе до сих пор существует такое, что если мужчина хочет себе женщину в жены, он должен ее украсть, то есть в прямом смысле отследить там, когда она будет одна, либо там, когда она будет с подругами, с теми, кто не сможет ее защитить, схватить ее, там, я не знаю, замотать во что-то, положить в багажник или в машину и просто увезти, вот. И в это тоже можно было бы, как бы, ну... В это трудно поверить, но просто такая ситуация происходила с моей подругой, с ней это происходило, ее украли, и она прожила в Кабардино-Балкарии год или полтора, до тех пор, пока она не смогла просто оттуда сбежать. Сейчас, ну, у нее все хорошо, да, она живет хорошо, но проблема в том, что не все могут сбежать оттуда и вообще, в принципе, пережить это, потому что мало того, что тебя украли, вряд ли тебя первое время вообще откуда-то будут выпускать, ну, то есть на тебя давят ситуации, на тебя давят люди. Но это похищение, это как бы, даже не нужно, думаю, говорить, почему это насилие. Да, 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 то есть это реальное насилие и физическое, и эмоциональное, но очень часто, разумеется, на Кавказе это не воспринимают как реальную кражу, это оставляют без внимания, то есть никакая тебе полиция, никакие органы тебе могут не помочь, то есть это реально очень низкий процент того, что тебя вообще спасут. Вот. Да, и еще к этому прибавляется такая ситуация, например, следующая вытекающая из этого социальная проблема, когда твою дочь похитили, и ты не знаешь, с какой целью, то есть и ты идешь в полицию, потому что ее могли украсть, чтобы там, она потом на ней жениться, ее могли украсть для того, чтобы расчленить и изнасиловать ее труп. И, соответственно, ты идешь в органы, а органы говорят, ну, девушка молодая, 16 лет, ну, похитили, типа, понятно, зачем, чего вы напрягаетесь. Вероятно, она уже ухватила. Да, через два месяца, типа, напишет вам, да, из какого-нибудь там поместья ее нового мужа. Ну, то есть, а потом, как бы, находят в канаве труп кусок, и все, как бы, до свидания, потому что никто не отменял угрозу, которая, как бы, все равно существует, не только для женщин, для всех людей, что могут, короче, вас убить. Просто. Потому что мир так работает, да. Да, это очень интересная тема, действительно, я думаю, что она достаточно обширная тоже. Вообще, я думаю, что здесь еще, как бы, религия, традиции, вот это все. Да, да. Про это все тоже действительно нужно говорить. Да, это безумно интересно. Ну, мне кажется, если вот говорить о феминизме в России, то вот самое, самое вот главное это то, что феминизм нигде не нужен так, как на Кавказе, потому что на Кавказе реально очень, очень, очень плохо обстоят дела с этим. И, допустим, там живут не только девушки кавказских национальностей, там очень много русских семей и семей других национальностей, и они также подвергаются всем этим стереотипам, мышлению и так далее. И поэтому тут, как бы, даже какая-то двойная опасность есть. И все-таки важнее всего это именно вот популяция феминизма именно на Кавказе, потому что там реально очень много женщин, которые нуждаются в помощи. И очень часто они даже сами об этом не подозревают, думают, что это нормально, это хорошо, это же мой муж, так всегда было. Они не видели другого мира просто из-за этого. Они считают, что то, чему они подвергаются, это нормально. Да. Да, вот это вот тоже очень важная тема. Я думаю, что вот у меня, честно, сформировалось ощущение, что зачастую как бы женщины, они, просто женщины, они создают стереотипов о женщинах сами, не собой, а своими представлениями, а намного больше, чем, может быть, даже мужчины. Да. В какой-то степени, то есть просто другого рода стереотипы. Вот, например, как ты рассказывала про то, что женский коллектив обращался к мужчине за работой. Да. Тоже у меня были такие истории, когда я работала в лагере, и нам нужно было подготовить, ну, лес просто голый к проживанию 60 человек там в течение трех недель. Полная такая физическая работа, вот, и, ну, мной в том числе, там, я сбивала, сколачивала лестницы, там, помогала копать ям и все такое. И тем не менее, когда приехали люди, я постоянно слышала про то, что вот, надо там сделать крышку для погреба из фанер, нужен мужик. Говорю, а зачем? Это не очень сложно, это не какая-то, я понимаю, что действительно есть какие-то аспекты заботы о физиологии, потому что действительно, как бы, из-за специфики аутономии здоровых органов женщинам действительно не стоит, если они хотят как бы сохранить это все в порядке в здоровье, систематически таскать тяжелые грузы, например, вот, но такая же опасность, типа, надорвать там спину, например, существует и у мужчин тоже, да. А есть какие-то моменты, когда это просто физическая работа руками, которую ты можешь выполнить, от которой ты подходишь, но при этом тебе говорят, что да ладно, забей, нужен мужик, как бы, который это сделает, потому что вот они, типа, так надо. Ну, якобы они сделают лучше. Да, и это говорят женщины, то есть, сами же, которые тоже, ну, могут взять, ну, просто они привыкли тоже перекладывать ответственность. Они не хотят там, может быть, в какой-то момент разобраться сами, типа, они привлекают, вот, мужчин, даже не просто людей со стороны, а именно мужчин. Вот. Такая есть история, действительно. Про работу, ты, вот, тебя уволили, да, за то, что ты говорила, в том числе, потому что ты девушка, да, ну, не напрямую, конечно, но косвенно, как бы, связь здесь есть. Еще, может быть, какие-то там есть, какие-то проявления, вот, ну, есть такое замечательное слово, очень всеми, кем ты любимая, кем ты ненавист, кому ты ненавистна, харассмент, это когда ты подвергаешься каким-то, какой-то, ну, я правильно могу сказать, что, наверное, объективация в какой-то степени, или, ну, просто унижение на рабочем месте. Да, наверное, это так. Да, унижение на рабочем месте, ну, вообще, насколько я знаю, харассмент, он имеет, как правило, ну, сексуальный окрас, правильно? Ну, в основном, да. Да, то есть, когда, например, к тебе на работе могут приставать твои коллеги, скажем, и это, как бы, ты, допустим, там, поддел кадров, как бы, частенько, не можешь с этим пойти, тоже зависит, короче, сильно от того, что там за люди, и что за политика компания, то есть, если, опять же, на западе, уже давно понятно, что харассмент, это плохо, из-за этого увольняют, то, как бы... В России многие даже не знают, что это такое. Да, и это частенько, не какие-то всем откровенные вещи, что-то такое, ну, какие-нибудь... Более тонко, не знаю, есть какие-то примеры, вот, может быть, из жизни? Ну, из жизни, я думаю, то, что есть только один пример, я вообще, я не знаю, к счастью, наверное, не сталкивалась с таким вообще в принципе, но бывало такое, что, например, на одной работе был мужчина с другого отдела, то есть, ему было уже лет 40, у него там была жена и так далее, ну, вот, просто, как бы, описание человека, и когда он заходил к нам в отдел, он делал именно намеки такие по типу, я не знаю, подмигивания, по типу, написать что-то у себя в телефоне и показать это мне, ну, то есть, какие-то неприятные, мерзкие вещи, и, разумеется, несмотря на то, что это не физическое, не физический контакт с человеком, это тоже очень неприятно, и тебя это очень угнетает, то есть, ты сидишь, спокойно работаешь, к тебе, ну, как бы, заходит в отдел этот человек, и ты знаешь, что сейчас будет что-то неприятное, что-то, от чего тебе будет реально некомфортно, вот, меня лично от этого очень коробило, и это ужасно, потому что ты просто не хочешь ходить на работу, и, ну, как бы, можно даже не говорить о том, что любое вообще проявление, ну, вот, подобного рода вещей, это всегда ужасно, и с этим всегда нужно что-то делать, мне кажется, просто не всегда находится, как бы, либо смелость на это, потому что, как бы, другие люди либо тебя не поймут, либо осудят, ну, как бы, я не стала никому ничего говорить, потому что это была временная работа, но, возможно, я должна была, конечно, это сделать, вот, но, возможно, меня бы даже и не поняли, ну, то есть, ну, заходит он, ну, что-то он там пишет, и что, но, тем не менее, это действительно очень неприятно, и... Я думаю, да, что здесь, наверное, вопрос, не в, наверное, объективно совершаемых человеком действиях, то есть, они кому-то могут казаться безобидными, вопрос в твоем... Восприятии. В согласии на это, да, то есть, как бы, разные люди могут, позволять все разные вещи, там, например, мой друг может дать мне по лицу, просто вот так, и я нормально к этому отношусь, и он про это знает, я на это согласна, поэтому, как бы, это не харассмент, это не унижение, но если, как бы, это сделать другой человек, рандомный с улицы, я испытаю унижение, что меня унизили сейчас, потому что я на свое... не давала свое согласие на это. С рабочей постановкой, то, что тем, что там происходит, такая же совершенно история, про то, что человек может вести себя, возможно, как угодно, кому-то комфортнее, если, допустим, твой начальник вырывается, достает хуй и кладет его на стол тебе, кто-то может с этим, ну, просто поражет, и, как бы, ему окей, а кто-то будет испытывать из-за этого очень сильные неудобства. стресс, мягко говоря, мягко говоря, и кому-то действительно бывает неприятно, некомфортно работать, когда твой, как бы, ну, может быть, ты кто был начальник или коллега просто? Он просто из другого отдела человек. Такого отдела человек приходит, и вот, ну, как-то тебе какие-то, может быть, даже не очень явные, все какие-то намеки, еще частенько, как бы, на работе, почему это вообще уводится в отдельную категорию, потому что на работе ты как бы повязан, ты не можешь там, например, своему начальнику сказать определенных вещей, ты боишься за то, что тебя могут уволить, соответственно, ты находишься в уязвимой ситуации, начальник чувствует, что он может оказывать на тебя давление, и ты ничего не сделаешь, потому что вот ты от него зависишь, зависишь от работы, от денег и так далее, вот, это как бы частенько происходит, есть ситуации, когда это, как бы, злой умысел, то есть он осознает свою позицию силы и намеренно как-то так себя ведет, чтобы там что-то у себя как бы компенсировать или ему так просто хорошо жить, иногда это происходит как бы несознательно, люди просто как бы чувствуют себя в позиции превосходства, и вот у них это так вот как-то выливается, они этим пользуются, вот, ну и, да, вот собственно говоря, про работу, а вообще в жизни, вот помимо истории с Кавказом, ну ты выросла там, да, получается? да, да, и ты оттуда уехала? да, в каком возрасте? ну это было лет шесть назад, ну то есть, ну, наверное, относительно недавно, но мне было лет пятнадцать, наверное, вот, примерно так, ну то есть, а могу вы про родителей спросить, каких они вообще взглядов, ну, как они к этому относились? ну, у нас семья, как бы, несмотря на то, что у нас есть и кавказские корни, и родственники, у нас очень многие, как бы, они, либо, например, армяне, либо осетины, вот, моя семья достаточно, ну, то есть, в принципе, адекватная, вот, разумеется, у них в голове есть тоже стереотипы, вот эти, насчёт замужества, насчёт детей, и так далее, но, тем не менее, они против всех этих, ну, пережитков прошлого, таких, как консумация, там, воровство, женщин и так далее, разумеется, против совсем лютой дичи, да, разумеется, они против этого, то есть, они, в принципе, ну, нормальная семья, то есть, адекватная, всё в порядке, ну, без каких-то предубеждений, предрассудков и так далее, вот за исключением, именно, каких-то, можно сказать, у нас в стране устоявшихся именно стереотипов, вот, относительно семьи и замужества. Ну, то есть, когда ты, допустим, там, сказала им, что ты хочешь уехать, они сказали, да, без проблем, то есть, всё хорошо, да, 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 и как бы, потому что ты сейчас сама живёшь, как бы, самоработаешь, они тоже на нормальное относитесь. Да, абсолютно, они знают прекрасно о феминизме, я их пытаюсь также привлекать на эту сторону, пытаюсь им объяснять, то есть, первое время, разумеется, они не понимали вообще, зачем это, о чем ты занимаешься, то есть, зачем тебе там рисовать плакат, идти, стоять на мороз там с женщинами, почему так, постепенно, постепенно я им это всё объясняла, и со временем они уже начали понимать, что действительно это ненормально, это плохо, и, ну, они меня поддерживают, в принципе, во всём. Это хорошо, но всегда очень важно, чтобы, как я считаю, люди, которых ты, ну, которых ты любишь, одобряли то, чем ты занимаешься, понимали, зачем это нужно, что самое важное. Я не знаю, насколько мы сегодня успешно разобрались в том, зачем это нужно, мне кажется, что мы очень много говорили про странные вещи, разумеется, одного подкаста недостаточно, но я думаю, что какие-то базовые вещи, возможно, мы осветили частично. Можно, я думаю, подвести, попробовать итоги, как, например, действительно, мы сегодня не обсудили ничего конкретного, мы говорили про общие вещи, но, в принципе, так и планировалось, потому что очень сложно вывести в какие-то пункты, мне кажется, вещь, как системное унижение. Ну, и вообще все стороны жизни достаточно сложно осветить за один раз, и, мне кажется, мы со всех сторон понемногу коснулись всего. Я, в общем-то, наверное, хотела бы, вот у меня, сейчас я последнюю историю хочу рассказать, про своего друга, с которым я недавно говорила, я очень хотела сделать в подкасте рубрику из разряда ответов на вопросы, то есть, может быть, у кого-то есть вопросы феминизма какие-то конкретные, на которые могли бы поговорить, и для начала я решила спросить у своего, какого-то круга, у своих друзей, что вы вообще думаете, какие, может быть, у вас есть там замечания, вопросы, претензии, и, собственно говоря, один мой друг хороший выказал вообще полное ненаверие, непонимание сути феминизма, после чего очень долго мы с ним говорили про то, типа, зачем это вообще, ну, как бы, в чем заключается суть, вот, не знаю, как бы, воспринял он это в итоге или нет, с дискуссией он слился, ну, там уже было поздно, все пошли спать, вот, но, это все к тому, что была у него такая претензия, дескать, унижаются же не только женщины, мужчины тоже могут унижаться, то есть мужчины могут объективизироваться, как и женщины, например, там, существуют тоже какие-то стандарты, то есть, опять же, из-за стереотипов о полах мы часто видим такую историю, что женщины хотят выйти за обеспеченных людей, просто чтобы, ну, как бы, быть сдержанками и ничего не делать, и, соответственно, создается такой идеал, как мужчина, который может обеспечивать семью, то есть, это все, вот, я пытаюсь объяснить, что это все взаимосвязано, да, что как и женщину хотят выдать, чтобы ее содержали, а как так, и от мужчины ждут, что он будет содержать, это для обеих сторон, как бы, одинаковый уровень угнетения, и существуют организации, просто они еще менее популярны, чем феминизм в России, которые занимаются правами мужчин так же, правами человека, в принципе, вот, и, как бы, никто вам, ребят, не мешает брать и бороться, тоже, да, бороться за свои права, они у вас тоже есть, вы тоже можете, как бы, за разные вещи выступать, и, в общем-то, активская деятельность, она пока, слава богу, не вне закона, посмотрим, что будет через год. Последнее время, это, на самом деле, актуальная тема того, что мужчины, которые почему-то почувствовали себя оскорбленными от того, что феминисток начали замечать, очень много кто начал выказывать вот такую точку зрения, что мужчины тоже подвергаются, почему вы не обращаете вот на нас внимания, то есть, как только немножко-немножко начали замечать женщин, что женщины пытаются что-то сделать, происходит то же самое, ну вот, кстати, я тоже спрашивала у своих подруг, у друзей насчет того, что они думают о феминистках, и большинство мужчин, ну вот, это были мои знакомые, они говорили очень странные вещи по типу того, что, например, феминистки для них, в их глазах, это вот не женщины, которые просто хотят спокойно жить в спокойной обстановке, им кажется, что это вот какая-то толпа очень толстых, агрессивных женщин, грязных, по той причине, что они вот не убирают волосы, и так далее, почему-то вот тоже одна из важных тем, то, что если женщина не убирает волосы, там, на ногах, под мышками, где угодно, она автоматически становится грязной, и вот, спрашивая у своих знакомых, я в большинстве вот просто слышала вот такой ответ, это меня тоже убило, просто. Ну, это да, это уже вопросом, ну, типа, вот была изначально тема про популярные стереотипы, поэтому, что мы обсудим в следующий раз, потому что тоже стереотипов просто миллион, и про то, что все феминистки толстые, про то, что они все лесбиянки, плохо пахнут, агрессивные, и агрессивные, и все остальное, действительно, это полно, надо тоже с этим всем разбираться, откуда это пошло и почему, пока, если я скажу вам, что это не так, вы поверите мне на слово, без пока дискуссий, потому что... Пожалуйста. Да, действительно, это тоже очень обширная тема, у нас уже время подходит к концу, хотелось бы просто, как бы, наверное, сказать, что, в общем, унижаться и подвергаться в современном обществе каким-то, какому-то давлению, еще чему-то могут абсолютно все, и феминизм, он никак не ставит своей целью вознесение, короче, получение своих прав за счет прав мужчин. Феминизм, он за права женщин, а не за борьбу против мужчин. Это в первую очередь как бы очень важный момент, который нужно обозначить. Конечно, существует там феминистский радикальный взгляд со своими убеждениями, вот, но в целом сейчас такая ситуация, что мы боремся приблизительно за одно и то же, за очень элементарные вещи, за право получить процедуру, которая как бы, где-где написано, что мы имеем на нее право, за право заниматься тем, чем хочется, а не тем, чем нам предлагают или там дают возможность, скажем. Ну и более того, у феминизма никогда, просто никогда не было такой цели, чтобы как-то унизить и задеть там, и, ну, как-то вообще негативно повоздействовать на мужчин, на кого бы то ни было. у феминизма никогда не было такой задачи, такой цели, такого не было просто никогда. Есть еще такой важный момент про агрессию, да, про агрессивно, ну, агрессивно настроенных феминисток и стереотип о том, что они действительно злые, по большей части, то есть, многие действительно не хотят разбираться, потому что боятся вот этого, вот, всей этой истории. Такой момент действительно происходит периодически, опять же, это такой, это здесь эффект играет роль, который я говорила в самом начале, что частенько люди, которые не очень много, как бы, разбираются, ну, в плане, лазят в интернете специально, чтобы почитать про это, они видят только самые яркие какие-то инфоповоды, которые до них даже доходят, и, исходя из этих инфоповодов, формируют свое представление о феминизме, не учитывая обратной стороны медали. Во-вторых, женщины просто, на самом деле, злятся, потому что уже очень давно происходит, историю с системным унижением, просто многим это надоело. Это как, ну, примерно, сейчас, надо перекраситься, чтобы не сесть за эти слова, как политическая ситуация в нашей стране, да, когда очень долго все очень плохо, и ничего не происходит, и люди все очень инертные, а потом, внезапно, одного какого-то, типа, там, ну, не знаю, там, одного поста у Навального достаточно, чтобы по всей России люди высыпали на митинги и митинговали просто сразу. То есть, это такая же штука, здесь просто достигается определенный градус кипения. Рано или поздно людям действительно надоедает, они просто устают это терпеть, и, ну, это действительно так, да, это правда. Все-таки, действительно, предел есть всему, и рано или поздно что-то произойдет. Да, поэтому частенько можно видеть какие-то провокационные акции, которые действительно выглядят немножко неадекватно для человека, который, как бы, ну, немножко в стороне от этого всего. Не подкован в этой теме. Не подкован в вопросе, и почему она выглядит так провокационной, почему она должна быть провокационной, да, и в чем, собственно, суть. Как бы, наша цель во многом, я думаю, что скажу, она в целом, за РФО она, что это популяризация в первую очередь, это донесение идей того, что феминизм нужен не только вот нам, тем, кто уже в объединении и уже чем-то занимается, он нужен всем, привлечения и женщин на свою сторону, новых активисток, и в том числе, я думаю, что формирование правильного отношения к феминизму у мужчин также. То есть даже если, да, кто-то не хочет этим заниматься, не считает, что нужно, я не говорю, что всем нужно срочно идти рисовать плакат и стоять на митинге, то есть вы можете этого не делать, не если вы женщина, если вы мужчина, то это нужно делать только, если у вас есть глубокое и сильное желание вот помочь и проявить участие. Но на самом деле, даже просто лояльное отношение к тому, что в принципе каждый человек может заниматься тем, что он хочет, это уже очень большой шаг на пути к достижению кого-то взаимопонимания. Хотя бы элементарное принятие того, что действительно России нужен феминизм и... Это не бесполезно. Это действительно не бесполезно. И более того, именно людям, которые не примкнули, допустим, к РФО, те, кто не состоят в феминистских организациях, феминизм нужен как раз-таки больше всех. Больше всех он нужен тем, кто не знает ничего об этом абсолютно, потому что образование в этом плане и вообще в любом плане это очень важно. Очень важно знать и понимать такие вещи, что действительно есть проблемы и очень-очень много проблем, с которыми нужно бороться. Безусловно, да. Проблемы, с которыми нужно бороться или хотя бы не мешать с ними бороться. Да. Хотя бы я с ним... Если как бы у вас... Вы встретили девушку, которая феминистка, просто, может быть, вы подумаете, что действительно у нее были причины поступать так, как она поступает. Вот, просто чуть-чуть попытаться встать на место человека, который как бы... Может, если вы подумаете, то поймете, что и вас так же угнетали, просто вы этого до сих пор не осознавали. И не замечали. Да, это тоже очень частая история. Я думаю, что девушки на Кавказе примерно такое что-то испытывают. Просто действительно не с чем сравнить. Они просто не знают. Вот, действительно, в 90% случаев они даже не знают, что их угнетают, что они живут как-то ужасно, грубо говоря. Что у них есть права жить нормально. Да, то есть... И принимать решение. Такое есть даже вот среди моих подруг, которым я очень часто начинаю что-то говорить, и они действительно просто не понимают, в чем проблема. То есть... Ну, он же мужчина, конечно, он поступил так. То есть у них даже нету... Нету вообще альтернативы какой-то, что может быть вообще как-то по-другому, что это ненормально. Вот так стереотипы передаются поколение к поколению. То есть тебя растят с такими убеждениями, ты с ними вырастаешь. Твоих матерей так растят, бабушек, и действительно... Поэтому и нужна популяризация в принципе всего, не только в минизм, а также науки и всего остального, потому что там много очень стереотипов относительно вообще в других каких-то сферах политических, в, не знаю, в медицинских. Там люди ходят к экстрасенсам, когда давно уже понятно, что это все неправда и что это не работает. Просто люди про это не знают, потому что мало популистского материала, мало это все распространяется. Тем более где-то, несмотря на то, что интернет вроде как уже есть почти везде, очень мало мест на Земле осталось, где его вообще нет в принципе, Северная Корея, тем не менее люди все равно как бы не хотят, не тянутся что ли к этому. То есть те, кто хотят, они всегда найдут способ просветиться, а тех, кто сам не хочет, нужно просвещать. Я считаю так. Нам всем нужно, короче, расти и развиваться. И да, много читать и тянуться к знаниям, действительно, а не воспринимать воспринимать вот даже конкретно феминизм как просто перформанс или требование внимания к женщинам, что-то такое, мне кажется. Да. Просто нужно в первую очередь, чтобы феминизм восприняли всерьез, чтобы женщин начали замечать, начали замечать их проблемы, их недовольство, и это действительно важно. Да, действительно. Ну ладно, я думаю, что хорошо мы подвели итог, так еще в 10 минут. Да. В принципе, я думаю, что мы сегодня обсудили то, что хотели обсудить, и даже бонусом какая-то интересная тема вылетела. Я думаю, что потом можно будет поговорить подробнее про южные регионы, про, в частности, религию, и на конкретном мусульманском я тоже что на эту тему сказать. Вот. Было очень интересно. Так, спасибо тебе большое, что пришла. Спасибо. Было очень приятно с тобой поговорить. Спасибо. Вот. Это был подкаст внезапно. Мы сделали сэндвич на кухне. Это был подкаст сэндвич. Меня зовут Ярослава. У меня в гостях сегодня была Яна. Всем хорошего дня. Пока-пока.